всем привет дорогие друзья сегодня я вам расскажу о чем нет не о кастрюле и это даже не кулинарный канал сегодня мы с вами поговорим про термопары термопары это в общем то такая интересная штучка состоит она из чего и для чего она нужна друзья термопара у нас нужно для того чтобы вырабатывать эдс здесь вот сам кончик термопары это сплав двух металлов при нагреве это сплав двух металлов выдает эдс эдс у нас как вы понимаете имеет плюс и минус плюс поступает у нас вот сюда вот на свинцовый конец на саму медную трубочку поступают у нас минус или наоборот это принципе не важно сам свинцовый конец у нас контактирует с электромагнитным клапаном и соответственно наша медная часть контактирует с корпусом соответственно мы получаем контакт данной нашей термопары с корпусом через трубку посредством гаечки и с электромагнитным клапаном как вы понимаете эти два металла должны быть друг от друга отделены отделены они именно вот этой вот беленькой прокладочкой вот этой вот маленькой прокладочкой в конце видео я вам покажу лайфхаки по ремонту термопар и как раз эта прокладочка там имеет очень большое значение я вам расскажу для чего она нужна и что делать в случае ее поломки а также поломки термопар и так мы имеем нашу термопару сплав двух металлов который вырабатывает у нас эдс и подается на свинцовый конец и на корпус и так как же проверить исправно ли наша термопара термопар это у нас бывают в принципе совершенно разные у нас есть вот такие вот кончики на термопарах вот такие кончики на термопарах резьба на термопарах тоже как вы понимаете бывает разная вот это вот резьба у нас девятка это резьба у нас десятка еще есть восьмерка ну и так далее и сейчас я вам расскажу как же проверить исправно ли наша термопара кстати обратите внимание, здесь тоже идет прокладочка. Прокладочка эта у нас отделяет наш корпус термопары от вот этого вот свинца. Это очень важный момент. Итак, запускаем в работу наш супер-пупер мега стенд. Итак, наш супер-пупер мега стенд готов. Запускаем его в работу. Делаем чвирк. Ну, это, как вы уже наверное догадались, у нас имитация фитиля. На данном фитиле мы будем с вами нагревать нашу термопару для того, чтобы проверить рабочая она или нет. Самый верный способ это замерить на термопаре напряжение. Напряжение у нас измеряется в милливольтах. Термопара выдает порядка 30 милливольт котловая и на плитах где-то порядка до 15-10-15 милливольт. Выставляем на предел 200 милливольт. Один щуп мы ложим на корпус термопары, второй щуп мы ложим на свинцовый конец и начинаем ее греть. И смотрите, как начинают расти милливольт. Вот у нас уже с вами 20 милливольт, 21 милливольт, 22 милливольт, 23 милливольт, 24 милливольт. Это говорит о том, что термопара исправна. То есть, у нее очень хороший милливольтаж. Таким образом, наша термопара может набрать и 30 милливольт, и 35 милливольт. Но, в принципе, обычно для нормальной работы катушек клапанов достаточно где-то от 15 до 20 милливольт. Если термопара у вас показывает менее 15 милливольт, в принципе, такой газовый клапан уже может даже и не держать. Хотя производители утверждают, что для того, чтобы работал газовый клапан абсолютно нормально, достаточно 5 милливольт. Но я считаю, что это полный бред. Я ни разу такого в жизни не встречал. У меня всегда нормально работающие катушки клапанов. Это где-то вот порядка 15-20 милливольт. Тогда у меня клапан остается в открытом положении. Итак, мы видим, термопара работает. Берем, к примеру, какую-нибудь другую термопару. Ставим на свинец и на корпус, и начинаем греть термопару. То есть, это говорит о том, что наша эта термопара также, в принципе, исправна и с ней все хорошо. Это вообще тестер, это самый лучший, самый верный способ точно узнать, работает ли ваша термопара. 30. То есть, ну, видите, термопара, в принципе, исправна и вообще выдает очень хороший вольтаж. Даже просто, я бы сказал, отличный вольтаж. То есть, она будет нормально работать абсолютно на любой катушке. Это наш первый с вами способ. Как можно проверить? Самый верный, самый правильный. Сейчас второй покажем. Для второго способа термопару можно просто вкрутить в электромагнит, но в данном клапане этого случая, конечно, не сделаешь. У меня, к сожалению, сейчас нет такого клапана, куда можно вкрутить напрямую, но просто вкручивается в электромагнит, греется термопара, нажимается кнопочка и если у вас все в порядке и контакт держат, то у вас электромагнит остается в нажатом состоянии. То есть, просто вот вкручиваете. В данном случае вот у нас электромагнит, от него, видите, идет проводок. Вот он идет по корпусу, этот синий проводочек и вот его контакт. То есть, термопара у нас составляется вот сюда, то есть. И таким вот образом по вот этому вот проводку вот наш электромагнит то есть когда мы нажимаем кнопку мы прижимаем катушку сердечника закручиваем туда где она должна быть вообще в идеале закручивать вообще электромагнит просто вынуть и закручивать непосредственно в него далее у нас для розжига мы ставим на звездочку я обычно так делаю у меня на клапане вот здесь вот есть звездочка вот нажимаем имитируя что газ пошел и начинаем греть термопару то есть я термопару подключил клапану я ее сейчас грею кнопочка нажатка то есть происходит имитация того что газ подан на фитиль и термопара начинает греться от этого фитиля то есть по идее вроде как термопару мы уже нагрели и наверное наш клапан должен примагнититься в принципе это можно даже сейчас проверить и не вынимая клапан сейчас я покажу как смотрите вот мы отпустили и мы не знаем у нас сейчас вообще сработала термопара или не сработало нам надо это как-то определить то есть у нас примагнитился клапан или нет фиг его знает правильно теперь смотрите я сейчас к микрофону поднесу клапан и начну охлаждать термопару вот я его поднялся к микрофону вот сюда поближе вот если смотрите я начну охлаждать термопару это вот этот вот щелчок который вы слышали это сработал электромагнит он почувствовал что термопара остыла и отстрелил то есть есть еще вот такой способ то есть можно сделать вот так это с газовым клапаном как показал я если у вас скручивается непосредственно сам электромагнит термопара можно вообще его просто выкрутить и его зажать также сама нагрев термопару если он останется в нажатом положении значит термопара исправна вот ну или можно сделать вот так или замерить напряжение но я всегда предпочитаю замерять напряжение это самый верный способ теперь давайте я вам немножко расскажу сам принцип действия термопары то есть я вам уже рассказал как она подает, как она работает, как она вырабатывает ЭДС, куда это напряжение поступает на этой термопаре, то бишь на сам свинцовый конец и на корпус. То есть, видите, вот корпус у нас соединяется вот через вот эту вот медную трубочку и гаечку, а сам свинцовый конец у нас контактирует непосредственно с самим электромагнитом. ЭДС нашей термопары поступает на катушку сердечника. В катушке сердечника образуется магнитное поле. Когда мы прижимаем нашу шайбочку с резиночкой на обратной стороне к нашему сердечнику, оно примагничивается за счет магнитного поля. Как только термопара остывает, напряжение перестает поступать на катушку сердечника и под воздействием усилия пружинки наша резиночка вместе с шайбочкой отбрасывается от нашего электромагнитного клапана. Когда вы услышали щелчок, это было именно оно. И соответственно данной резиночкой оно перекрывает подачу газа на наш котел. А теперь ребята лайфхаки по ремонту термопары. Если вы пришли на объект, например, у вас не держит фитиль и ваша термопара вкручена непосредственно в сам электромагнит, то есть если в цепи у вас допустим нету какого-нибудь датчика тяги там и всего остального, то скорее всего проблема у вас с самим контактом. Для того, чтобы наладить сам контакт вашей термопары с электромагнитом, необходимо выкрутить термопару. И смотрите, вот этот вот конец термопары необходимо вот так вот почистить. Буквально вот только конец. Здесь вы обычно видите, когда вы приходите на объект, такой аж прям слой нагара. Термопара прямо аж темнеет. Но когда вы вот так вот почистите, буквально только счистив край. Это напильничек с алмазным напилением. То есть вы сняли слой нагара, термопара у вас уже перестала быть темной, она начала у вас блестеть. После этого вы вставляете обратно, закручиваете и в 90 процентах случаев она у вас опять начинает работать. Если же термопара у вас перегорела, то обычно это хорошо видно на самом конце. Перегорает сам конец, здесь образуется дырка и если уже это произошло, то вашей термопаре уже ничего не спасет. Она уже должна отправиться в мир иной. Если же термопара у вас установлена в духовке, то чаще всего отгорает даже не сам конец, а вот здесь вот у основания она перегорает. Она становится такой трухлявой и буквально вот ее так ткнешь пальцем и она уже бац! и получается эта трубочка начинает отходить относительно основного головка. Итак, самый первый способ это у нас, как вы уже видели, подчистить контакт, а второй способ это насчет вот этой вот самой прокладочки. Бывает смотришь на термопару, она вроде бы целая, вроде бы вставляешь в огонь, вроде бы должна работать. Блин, ну что же с ней не так? Смотришь, целая же шьёптель-моптель! А смысл в том, что когда вы зажимаете по несколько раз эту термопару, особенно если вы не первый слесарь, который пришел в данную квартиру, то вот эта вот прокладочка, которая находится между самим получается медным корпусом и свинцом, она рассыпается. И смысл вашей работы должен заключаться в том, что вы должны этот корпус заизолировать относительно свинцового наконечника. То бишь создать вот такую прокладку. Так как она идет заводская, я понимаю это сделать довольно таки непросто. Вот, и смотрите, можно либо взять кусочек парамита, сделать в нем прорезь и просто вот так вот туда вдеть, например, вот сюда вот. Первая буква В, а не Б. Вот, и потом закрутить и скорее всего все заработает. Второй способ это взять, подмотать сюда допустим немножечко изоленты, либо немножечко фума, либо немножечко даже там, я не знаю, скотча. Даже скотч в принципе тоже не проводит электричество. Я обычно не заморачиваюсь, просто беру вот маленькую такую косичку фума, вот так вот чик-чик, так буквально два оборотика провел, отделил, создал вот эту прокладочку, отделил корпус от вот этой вот самой кончика. У меня получилось таким образом такая прокладочка. Придвинул это, вставил, зажал и работает. Вот такие вот два интересных лайфхака по ремонту термопары. Так что теперь дорогие друзья, вы можете не только определить рабочая ваша термопара или нет, вы также можете определить по ее внешнему виду, в чем поломка и вы можете ее отремонтировать при некоторых неисправностях. Так что я надеюсь, что мой стенд все-таки помог мне в моих опытах. Если видео вам понравилось и принесло вам пользу, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока, друзья!